Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мужчина, 34 года, пригласил свидание меня. 31 год. Год назад. Так и гуляем год. Максимальный физический контакт от него это приобнять за плечо. Говорит, что я ему нравлюсь и он хочет отношений. Я пытался быть инфлятором физической близости, но не сработал. Разговор с моей стороны тоже был. Ответ мужчины был такой. Я понимаю, все пошло неправильно, но почему не знаю. Он говорит, что хочет все изменить. То есть, грубо говоря, создать классические романтические отношения. Но однако для этого ничего не предпринимают. Мой интерес тоже фактически пропал. Вопрос следующий. Могу ли я что-то изменить в сложившейся ситуации? Стоит ли делать это вообще? Потому что заранее благодарю за ответ. Ну, изменить-то вы, конечно, можете. А вопрос в том, что вы можете изменить, что вы хотите изменить и как. Да? Потому что, ну, можно, конечно, танцевать перед мужчиной. И как бы человек не изменится, если он не осознает тех проблем, которые у него есть. То есть, если человек, вот, говорит, да, что пошло неправильно, что-то, но я не знаю почему и ничего не делаю, чтобы это изменить. Тут как бы вопрос к тому, да, ну, если у тебя есть проблемы, да, то нужно их решать. Вот. Как-то. А получается, мужчина никак, никак проблемы не решать. Да? И не особо думает до вас в этом смысле. Можно, конечно, предположить, что ваши отношения изначально такие вот, что называется, несколько формализованные, да, излишне формализованные. Что это такое, излишне формализованные. Формализация, излишне, что это такое. Излишняя формализация, это когда делается упор на несколько, на одну или несколько ролей. Ну, например, роль мужчины и женщины. Вот. Есть Вася и Петя. Да? И Петя говорит, вот, что ты делаешь, когда находишься с Машей? Вася спрашивает у Пети, что ты делаешь, когда ты находишься с Машей? Вася говорит, точнее Петя говорит, когда я нахожусь с Машей, мы в основном, как бы, обсуждаем бюджет и занимаемся сексом, например. Да? То есть две вещи. Секс и бюджет. И, понимаете, бывают ситуации, когда людям этого достаточно, ну, когда вокруг них, скажем так, структура их контактов достаточно для того, чтобы люди друг с другом в таком контакте не чувствовали себя как-то вот неудовлетворенно. А бывает, когда нет. Бывает, когда людям становится скучно. Бывает, когда людям, ну, это надоедает. Да? Возникают конфликты, ссоры и так далее. Так вот. Если у вас отношения с мужчиной из личности формализованы, например, нет какой-то глубокой связи в контексте каких-то интересов совместных, да? Нет общей деятельности, то есть вы ничем вместе не занимаетесь. Нет ситуации, где он бы мог на вас опереться, вы бы могли на него опереться, да? То есть, как бы, нет вот этих, вот этих моментов. А происходит, что называется, только порядная форма, так сказать. Когда люди просто выходят, там, что называется, в свет, ну, вот в свет, вместе выходят. И всё. Понимаете, да? Это вот, конечно, довольно печально в данном контексте. Потому что, ну, извините, всё-таки люди, наверное, такие существа, которые вот хотели бы чего-то больше. И, соответственно, можно как-то вот постараться расширить сферу вашего взаимодействия, если хотите. Да. Немножечко на второй план пока что подвинуть. Физиологию, интимную историю. И больше вот развивать личностную сферу, чтобы у человека появилось к вам доверие. С одной стороны. С другой стороны, понимаете, ну, опять, интерес, вот, о котором вы говорите. Интерес. Это не любовь. Это не симпатия. Интерес, на мой взгляд, это больше про то, что я жду чего-то от тебя. То есть я жду, что ты будешь каким-то для меня. Понимаете, да? Ну, как бы, люди не склонны оправдывать ожидания других людей. Поэтому, если мужчина ваши ожидания не оправдывает, вряд ли он будет это делать и дальше. Если вы от него чего-то ждёте, да, а он вам этого не даёт, вряд ли это будет, ну, в дальнейшем. Вряд ли это начнёт в дальнейшем происходить. Даже если он займётся вот собой, да, там, психотерапией, например. Если он займётся всё равно, всё равно, он ваши ожидания оправдывает, скорее всего, не будет. Это важно понимать. Если вы, вот, как-то не готовы к тому, что человек не оправдывает вас ожидания, то, наверное, нет смысла что-то делать. То есть вы задайте себе вопрос, я сейчас с ним, вот я сейчас с мужчиной, для чего? Я сейчас с мужчиной, чтобы, что, зачем? Я сейчас, просто спросить себя об этом. Это важно. И, как бы, задайте себе ещё один вопрос или два. Чего я хочу для него от себя сейчас? Вот задайте себе такие вопросы. И уже на основе этого вы можете определиться, какое у вас есть будущее и перспективы. По поводу того, что вы стали, были инициатором физической близости, есть нюансы. Если вы делали это искренне, если вы делали это естественно, да, и не получилось. Уж не стало. Мужчина спасавал. Вот. Есть, скорее всего, там какие-то действительно сложности. И если вы считаете, что мужчина должен самостоятельно проявлять инициативу, вы, соответственно, нет. Как вы это делали от внимания безысходности, при этом сами, как бы, ну, злясь, да. То есть, ну, вот прям, прям злите. Ну, может быть, не прямо, да, но, типа, вот, блин, я должна сама, там, для чего этот, этот, значит, там, какое-нибудь слово подберите. Да. Вот. Для чего, там, этот, вот, вообще нужен, там, тогда. Вот. И так далее. Как бы. То, что-то не получилось, в том числе и поэтому. Вот. Это первое. Второе. Ну, инициативу можно и нужно проявлять несколько раз, потому что, повторюсь, люди не молодые в этом смысле уже. То есть, как бы, тридцать один, тридцать четыре года, это возраст, как бы, зрелости и, соответственно, зависимости от нервной системы, там, привыкание, там, адаптация к чему-то происходит постепенно. Не так быстро. Не так быстро. Вот. И, ну, если бы сделали что-то один раз, это скорее, а, больше, как аномалия. Вот. Поэтому, надо было бы попытаться еще, еще, еще в разных ситуациях, в разных, как бы, обстоятельствах, вот. Ну, опять же, если, для вас это нормально, если у вас это не вызывает отторжения, если вы адекватно чувствуете себя в позиции, ну, в такой активной позиции, да, скажем, скажем, скажем так. Вот. Потому что, ну, если нет, если вы себя в этой позиции чувствуете нехорошо, да, если вам эта позиция не нравится, то, наверное, ну, и делать, как бы, тогда не стоит. Потому что, потому что, ну, как бы, обратную связь вы можете не получить. Обратную связь вы можете, а, ну, как бы, может ничего не получится, а, если вы, если вы думаете, что, ну, как-то вот себя обесцениваете таким образом, то, что человеком это чувствуется, как бы, ничего хорошего не будет. Вот. Такая вот история. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Вот. Это вам поможет начать работу над собой, да, и обратную связь позволит вам сформулировать какие-то вот, ну, начальные проблемы. Постулаты для терапии. Вот. Всего вам доброго и удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. Обращайтесь.